добрый день коллеги спасибо что нашли время послушать буду рассказывать сегодня наша тема как получить образование мирового уровня я добавила почти бесплатно потому что совсем бесплатно получается редко давайте посмотрим как вообще получить образование мирового уровня потом попытаемся как-то сделать его в более доступном плане финансовом в идеале вообще-то все будет сначала мы с вами пройдемся к тому,каким возможности этого образования а потом мы с вами посмотрим как можно уйти на получение этого образования я надеюсь что сегодня прослушать субтитар вы сможете начать самостоятельно писать образование мирового уровня и это делать по разумности это очень важно если кто-то не думает что кругом себя там держит а знает на самом деле где сколько у нас и так почему мы вот говорим о возможности потому что Любовь Вениаминовна какие-то странные проблемы со звуком и отставание видео попробуйте пожалуйста перевойти в вебинар что-то да совсем не так хорошо как тогда когда мы пробовали ok то если то что Продолжение следует... Продолжение следует... Как видим, здесь 110 миллионов студентов, 13,5 тысяч курсов предлагается, а вот здесь более чем 900 университетов. А студенты без учета Китая, видимо, в Китае с очень сложной, большей сложности с учетом, категоризацией, фонарикурсов, в общем-то, статистика. Примерно как у нас, поэтому Китай, решили в этот рейтинг не вводить. Это 2019 год. А теперь посмотрим, что происходит в 2018 году. Вот для 2018 года было 101 миллион студентов, 900 с тех же университетов, 11 с лишним тысяч курсов. В чем разница между 2019 и 2018? Вот что появилось. В рейтинг, в статистике стали учитывать, что вот эти микро... Любовь Вениамин, опять слышно плохо, постарайтесь... Давайте попробуем сначала поднять громкость, и может быть потом придется выключить изображение, мне кажется, что-то... Но постарайтесь погромче сделать, побольше сделать чувствительность микрофона, где-нибудь поднимите до 90%. Давайте попробуем. Да, сейчас. Ну, 100%. Да, ну вот так, пожалуй, что лучше. Скажите пару фраз, пожалуйста, чтобы я понял. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. 2018-2019 год. Да, и, пожалуйста, старайтесь говорить прямо в микрофон, я не знаю, что произошло вот за эти 20 минут. Да, можно сюда говорить. Хорошо. Да. Хорошо. Спасибо. Итак, в статистику теперь входят микрограденшалс, так называемые, малые степени. Вот, и степени академические, получаемые на базе массовых онлайн-курсов, то есть есть академические степени, серьезные, серьезных университетов, настоящие дипломы, магистерские там и кандидатские, которые выдаются университетами, но в результате вы для этого не обязаны обучаться на территории университета. Как говорится, он-кампус вас может не быть. Вы все это делаете в онлайне. Вот. И малые степени – это то, что, так сказать, степени, которые присваиваются университетам-провайдерам в случае успешного завершения на обучении на группе курсов, объединенных одной образовательной целью, то есть на определенной программе. Вот что такое микрокреденшалс или малые степени. Что такое степени, основанные на муках? Я их так назвала, так сказать, мукадемические степени, то есть академические степени, основанные на муках. Это новое направление, вторая волна хайпа, то есть резко такая выраженная тенденция в развитии движения массовых онлайн-курсов. В 2018 году было предложено столько вот этих самых академических степеней, присваиваемых в результате обучения на массовых курсах, онлайн-курсах, что его назвали годом получения академических степеней, основанных на муках. Еще эту волну характеризуют как вторую волну хайпа вокруг муков. Первая волна, как мы помним, была, когда муки только появились, и первые 6 лет они росли совершенно безумным образом, вообще почти по экспонению. То есть, на конец 2019 года мы имеем 820 микростепеней, малых степеней, присваиваемых университетами на базе обучения в онлайн, и 50 серьезных академических степеней, которые тоже присваиваются на базе обучения онлайн. Вот в качестве примера, просто такой вот микростепень, малой степени, мой диплом, который мне был присвоен, вернее, да, выдан университетом Калифорнии в Ирване, о том, что я закончила программу онлайн-учитель, то есть онлайн-преподаватель. Для этого мне пришлось закончить несколько курсов, вот они все здесь перечислены, обучалась я на курсере. Это в качестве примера. Вот, микростепени – это такая штука, так называется микростепени, из серии «Малый золотник, да дорог». Это степень, которая присваивается всеми провайдерами, вот тут вот они перечислены, как вы видите. Всего, наконец, с 2019 года существует более 800 таких микростепеней, которые вы можете получить в результате онлайн-обучения. Они называются по-разному, на курсере они называются специализациями, вот, на EDEX так называемые профессиональные сертификаты, если это степень получена в области, так сказать, инженерных неких наук, это микромастерс, да, то, что относится к hard skills, на EDEX это X-series и так далее. То есть они есть практически везде, вот, значит, у член программы. Они есть у всех провайдеров, но я не нашла таких провайдеров на нашей национальной платформе открытого образования, к сожалению. Вот. Так. Вот, собственно, что такое микростепени. Да, кстати, ваши вопросы, пожалуйста, пишите. Видимо, вас немного, поэтому, наверное, можно в общем чате писать. Так, сервер, так, надо говорить, а, тут просто идет, спасибо, да, за предложение по улучшению качества звука. Чем хороши вот такие академические степени, которые можно получать через онлайн-образование? Чем они хороши? Во-первых, вы можете получить диплом реальных статусного университета. Даже университета Лиги Плюща. Лига Плюща, это вы знаете, да, это такое сообщество ведущих университетов мира. Я не знаю, какой критерий, так сказать, при очном обучении. Я знаю, что существует цифровая Лига Плюща. Это те университеты, на онлайн-курсах которых обучают, зарегистрировано более миллиона слушателей. Наша высшая школа экономики относится к цифровой Лиге Плюща. Они вошли в эту цифровую Лигу Плюща в 17-м году, с чем мы все и поздравили. То есть реально статус университета. Вы можете получить престижнейший документ. Учиться, естественно, будет легче, потому что сам эфирный процесс гибкий, как мы знаем, для онлайн, для дистанта. Это дешевле по сравнению с учебными дистанционными программами. Не надо сравнивать, допустим, с тем, что, так сказать, с нашей месячной зарплатой, сразу говорят, что все это безумно дорого. Да, это на самом деле стоит денег, как и всякое хорошее образование. Но по сравнению с очными и традиционно дистанционными программами, допустим, в открытом университете Великобритании, вот эти степени, присваиваемые за освоение онлайн-программы, они дешевле. Мы об этом еще будем говорить. Платить за обучение можно по мере продвижения. Один курс закончил – заплатил, другой закончил – заплатил. Такая последовательность. Модульность этих программ. Программа может состоять из отдельных программ и курсов. Причем на некоторых курсах в составе программ можно обучаться бесплатно. Вот, например, на Фьючплен программа Digital Economy, то есть цифровая экономика. Там очень дешевые четыре курса, но пятый заключительный дороже, существенно дороже, поэтому я не смогла закончить эту программу, но первые четыре я с удовольствием закончила, и вот теперь выражена знанием уже цифрового маркета. Так, хорошо. Еще. Что такое достоинство есть в обучении, вернее, когда вы получаете, так сказать, обучение с целью получить академическую степень? Обучение имеется в виду везде на онлайн-программах. Режим аудита. Бесплатный доступ к контенту. К контенту, я повторяю, но не к заданиям. То есть вы можете просто для того, чтобы, если вам нужны просто знания, вы можете получить этот бесплатный доступ, читать это все, пробовать самому, но у вас не будет доступа к контрольным работам, соответственно, видимо, к заключительному проекту, а курсы, как правило, заканчиваются проектом или какими-то исследовательскими работами, и вы не получите документ. Но режим аудита, вы можете спокойно, в режиме аудита вы спокойно общаетесь с контентом и читаете сколько хотите. Дальше. Упрощенная процедура подачи заявки на вот эти самые программы массовых онлайн-курсов. Значит, упрощенная процедура, это значит, упрощенная по сравнению с процедурой очной. Чтобы попасть, допустим, на обучение в каком-нибудь университете штата Пенсильвания, надо заполнять там, так сказать, серьезный пакет документов. А для того, чтобы обучаться, получить ту же степень нашего университета штата Пенсильвания в онлайне, вам понадобится, так сказать, заполнить меньший пакет документов. Вот сравнивать, понятно, с чем нужно сравнивать. Везде практически на этих курсах, на программах, на специализациях предлагается так называемый тест-драйв. Это такой бесплатный период, тестировочный период, где бесплатно или за очень малую плату вы можете начать прохождение этого курса, какого-то в составе программы. Это бесплатно или за очень малую плату. И вы можете, кроме того, не только учиться в своем темпе, в смысле, можете учиться в своем темпе, и это включает и ускоренное прохождение в том числе. То есть вы можете учиться год, и вы увидите там, когда мы будем рассматривать конкретные программы, там скорость прохождения программы может отличаться в разы. То есть учиться, собственно, в своем темпе. Олег Васильевич спрашивает. Кстати, коллеги, если я буду сразу по ходу отвечать или подождать пока до конца, выскажитесь по этому поводу. Почему дистанционное обучение и степень на порядок ниже знания навыков одного очного смешанного обучения? Олег Васильевич, давайте говорить так. Допустим, возьмите людей, которые конкретнее, просто конкретнее. Вот я, например, я закончила программу, онлайн-программу, онлайн-преподаватель. Вы хотите сказать, что то, что я закончила, это на порядок хуже, чем то, что закончили, допустим, мои коллеги, которые учились этому очно? По каким критериям вы судите об этом? Потому что вот это расхожее мнение, что... Да, вот сейчас мы об этом поговорим еще. Я, например, заказываю, да, поэтому это все надо смотреть конкретно, потому что если рассматривать конкретно, сравнивать, применить научный подход, то картина будет существенно иная. То есть я, в общем, это тоже, конечно, совершенно не согласна. Мой лифт, например, об этом говорит, это подтверждает. Но не только мой. Итак, нет, это не моя самооценка. Так, просто надо знать. Скажите, Олег Васильевич, вот напишите мне, пожалуйста, сколько онлайн-курсов закончили вы сами. Итак, в академическом степени. Русскоязычных? Так, англоязычных каких? Так, хорошо. Теперь о недостатках. Как всегда, что-то в чем-то, что очень хорошо, всегда есть какой-то минус. Так, прежде всего, конечно, в академической степени это присваивается в основном университетами США, Великобритании, Австралии. Программы под это разрабатывают, со степенью присваивают. Так, и далее что? И в результате мы, собственно, для того, чтобы их изучать, придется, во-первых, преодолеть языковый барьер, но не факт, что это будет непреодолимо. Но вот этим академической степени очень мало известно в России, соответственно, доверие низкое, вот вы видите, да, если ты учился в онлайне, значит, ты учился плохо. Это несерьезно. Дальше, на самом деле, это, конечно, не все онлайн-программы аккредитованы, вот это есть, да, онлайн-программы не все далеко аккредитованы должным образом или принятым образом, но работа в этом идет, и тренд четкий, что на них аккредитация. Есть ограничения при регистрации, допустим, не все онлайн-курсы доступны, ну, это, конечно, не только онлайн-массовых курсов, но еще и дистанционных курсов доступны, так сказать, везде, то есть, например, от страны проживания зависит. Вот я пыталась на портале дистанционных курсов открытого университета посмотреть, какие программы доступны для меня лично, и, на самом деле, вещи, которые относятся, например, к юридической, допустим, к государственной безопасности, там они для нас недоступны, что, в общем-то, вполне логично смотрится. Вот. Ну, есть и другие ограничения, например, наличие степени бакалавра, достаточно успешное прохождение тестов, вот, ну, помимо, да, страны проживания, это уже понятно, то есть, требуются, есть некие темзы, уровень образования, вот. Не везде, конечно, можно извлечь максимальную пользу из обучения на онлайн-курсах, да, то есть, можно и бросить по дороге, и в чем тоже часто упрекают онлайн-образование, вот, но на некоторых абсолютно точно можно замечательно совершенно обучиться, при желании, конечно. И стоимость получения большинства вот этих самых академических степеней составляет порядка 10 тысяч долларов, вот, минимально это 8 тысяч из хороших, известных таких программ, вот, но как это звучит, конечно, устрашающе, так, если сразу взять, ну, как много денег. То есть, если посмотреть, сколько это реально составляет затраты и разнести это на, на, так сказать, срок обучения, то получится вполне себе доступная стоимость. Так, 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 дальше, как возникли вот эти академические степени, то есть, как они зарождались, вот, эта его история. На самом деле, первая академическая степень возникла, появилась в 2013 году. Первый, кто на это отважился, был портал Udacity, вот он, Udacity, Udacity, это один из порталов, называемых Стэнфорд, Стэнфордского гнезда, туда же относятся курсеры, вот, и, значит, это они заключили, то есть, Udacity заключила контракт, договор с технологическим университетом штата Джорджия, и они разработали программу, которая называлась Online Master of Science and Computer Science, то есть, это, так сказать, магистр компьютерных наук, степень магистра компьютерных наук, получаемая онлайн. Вот, и они целые провели такой пилотный запуск этого, то есть, они снизили прежде всего цену до 8 тысяч долларов, это самая дешевая, так сказать, магистерская степень в этой области, вот, которую можно получить в мире. И эта программа имела очень большой успех, очень большой, там, буквально, пришли туда тысячи сразу людей, чтобы получить эту степень, и многие из них уже, собственно, и получили вполне успешно. Сейчас там обучается 9 тысяч народу, вот, на этой программе. 9 тысяч народу по 8 тысяч долларов, сами понимаете, сколько это, так сказать, доход Udacity составляет, вот, понятно, какую сумму. Вот, довольно долго ждали появления второй академической степени. Она появилась, естественно, в области, которая тоже, то есть, она из области знаний, где платежеспособные слушатели, да, вот, не зря первая она в области компьютера, она знала, вторая в области бизнеса. Это MBA, это университета штата Иллинойс, университет Урбана, в Урбане. Предлагалось это на Курсере, то есть, довольно долго раскачивалось, раскачивалось, а потом, в 2018, там, где-то и около того, взрывная активность, значит, взрывная активность в области предложения вот этих самых макадемических степеней. Коллеги, если вас раздражает моя такая вот смелость в области предложения неологизмов, то есть, вот, в академической степени мне нравится, потому что это коротко и понятно, о чем речь. Если вы считаете, что это неприемлемо, дайте мне об этом знать, я подумаю над другим неологизмом. В этой области довольно много неологизмов. Сегодня, например, я услышала, значит, увидела, эдьютон есть, мы знали, что такое хакатон, теперь бывают эдьютоны. Вот, то есть, я не одна такая, значит, сочиняю такие неологизмы. Нормально? Спасибо, Олег Васильевич. Итак, взрывная активность глобальных провайдеров в области приложения макадемических степеней. Значит, предлагается, естественно, получать полностью онлайн-режиме, это в 2018-м всего году. 10 университетов в 2018-м году объявили о запуске новых программ для получения академических степеней, и общее количество программ, которые были предложены в этом году, составило 25. Да, вот, вы почувствуете разницу. Первая программа 2013-й, вторая 2015-й, а в 2018-м позже предлагается 25. Видимо, что-то здесь, так сказать, почувствовали, как обучающие, так и обучаемые. Вот, здесь эти, значит, пользы сильно превысили расходы, да, затраты сил, денег, энергии на обучение, на получение таких макадемических степеней. В частности, на курсе в 2018-м году предложили 6 новых степеней, в том числе первая в мире степень бакалавра, естественно, в компьютерных науках. Университет Лондонский, почему-то университет, на американском портале предлагает, это несколько удивляет, потому что у них есть свой фьючер-лёнг, очень мощный образовательный портал в четвертой по-моему мире. В том числе в 2018-м году появилась полностью онлайн-магистратура по компьютерным наукам, которую успешно набрала народ. Вот. Дальше я не знаю, что стало с этими людьми, что в 2019-м году было с этой магистратурой, но в 2018-м я знаю, что она была разработана и запущена. Так, сейчас общее количество студентов, обучающихся на таких программах, более 9 тысяч. И тысячи, и более тысячи уже обучение вполне себе закончили. То есть, это, точнее, вот эта вторая волна хайпа вокруг муков, она уже принесла, приносит результаты. И эти результаты достаточно обнадёживающие. Так, что реально... Итак, какое количество вот этих степеней мы можем получить? Сейчас будем говорить в основном про академические степени. Не про малые степени, а про академические, настоящие, да, хорошее слово. Настоящие степени, которые можно получить, обучаясь в онлайн. Ну, просто для статистики, да. Общее количество курсов, которые предлагаются на конец 2019 года, 13,5 тысяч. Общее количество регистраций без Китая 110 миллионов. Думаю, что с Китаем это будет миллионов, ну, 120, 130 точно. Это я так думаю. Так, в 2019 году, вот совсем, да, вот-вот-вот, только что, 200 тысячи курсов запущено. Предложено 170 новых малых степеней, то есть 170 новых совокупностей курсов, которые направлены на освоение определённых навыков. То есть очень динамично всё развивается, и 11 новых академических степеней. По сравнению с 2018 годом, это, так сказать, не так уж и много, потому что в 2018 году запущено было 25. Вот на предыдущем слайде, по-моему, это было. Да, вот где-то, да, вот 25. В 2018-м 25 академических степеней можно было запущено новых, предложено. В 2019-м 11. То есть несколько всё это тормознулось. Почему? Ну, не очень понятно, но потом мы об этом немножко поговорим. Итак, ведущие провайдеры. Где, собственно, вводятся вот эти муки, где их искать, чтобы получить то самое образование мирового уровня? Спрос и предложение. Как всё это развивалось? Значит, на курсере предлагается 16 академических степеней. Это, в основном, университеты штатов, это университеты всего, в общем-то, мира. На ЕДЕКСе от Массачусетского технологического института прежде всего 10 степеней. Это, в основном, STEM-дисциплины. На ЮДАСИТе это, как мы знаем, вот та самая степень, магистрская степень в области компьютерных наук и лидер мировой в области предложения академических степеней, мук-академических степеней. Это портал FutureLeon. Это британский портал, где размещают свои курсы, в основном, значит, европейские и британские университеты. Вот англичане со свойственной основательностью устремились вот в этом направлении. Наверное, потому что на самом деле FutureLeon – это портал, дочка открытого университета Великобритании, которая мировой лидер конституционного образования. С 1969 года они этим занимаются. У них накоплено огромное количество контента в разных форматах. У них великолепный опыт и педагогический, и организационный, и технологический. И у них великолепные партнеры в лифте BBC. То есть они, на самом деле, могут делать действительно очень качественные программы. Они поняли, что в этом их конкурентое преимущество. И они туда идут. Интересно, в последнее время вот такой статистики начал фигурировать в своем индийский портал, который тоже очень серьезный игрок на этом рынке, потому что население Индии, конечно, огромное, и спрос на качественное образование там очень большой. И там очень активно работают педагоги, которые предлагают совершенно потрясающие инновации, которые эмбикально переворачивают вообще как бы наше образование, в том числе онлайн-образование. Итого, смотрите, у нас получается 50 академических степеней сейчас доступны нам, нам с вами в том числе. И более 800 таких малых степеней, которые, конечно, допустим, не так красиво звучат, а мощно, но тем не менее это серьезно. Это очень серьезно в том плане, что их достаточно просто получить. Вот, они стоят существенно дешевле, как мы сейчас увидим. И тем не менее, закончив вот эти программы, вы получите очень весомый документ, такой статусный, значимый документ о вашем образовании, обсуждающем вашу квалификацию. Вот такой вот документ у меня, он меня регулярно выручает. Потому что я совершенно спокойно могу сказать, что я сертифицированный онлайн-преподаватель, потому что у меня есть малая степень, пусть малая, но степень есть, от Университета Калифорнии Ворвания, которую я получила на Курсере. Так, интересно мне показалось сравнить, знаете, что вот, собственно, как на миллион слушателей, да, уделенное количество курсов и, значит, академических степеней. Английский свободный, ну, английский у меня апа интермедиа, то есть у меня самый высокий для него профессионал английский, да. Можно считать его, ну, по крайней мере, разговорный у меня свободный совершенно, немножко хромает грамматика. Вот, причем я уже неоднократно и везде заявляла, что лучший способ развить по-английски это обучение на англоязычных онлайн-курсах. Вот, вы сами не заметите, как вы получите двойную пользу и знание языка, и знание предмета. Спасибо за вопрос, Елена Викторовна. Давайте пойдем дальше. Итак, смотрите, если мы посмотрим удельное количество степеней, малых степеней, академических степеней и курсов, да, допустим, курсов на тысячу слушателей на всех порталах одинаково, да, то есть 100 курсов на тысячу слушателей, что-то получается очень много. Нет, простите, 0,1. Нет, здесь один курс на 10 тысяч слушателей на всех порталах, да, вот с курсами вроде как все стандартно и там как бы равный доступ гарантирован для всех. А вот микро степени на тысячу, на миллион слушателей, здесь уже немножко по-другому. Микро степеней, в области микро степеней на миллион слушателей лидирует, ну, допустим, Едекс и Курсера, естественно. Вот, немножко отстают от них Юдасити и Фьюси Леон. Вот, индийский портал еще не начал движение в этом направлении. А вот академические степени. Академические степени, в десятки, в 20, допустим, раз меньше предлагается, чем малых степеней. Вот, так, но есть тенденция к росту, да, вот, и лидер здесь, естественно, Фьюси Леон тоже. Вот у него Фьюси Леон, это почти, ну, где-то 8-7, 7-8 раз больше предлагает академические степени на миллион слушателей. Ну, это, собственно, здесь не так много информации, которую хотелось бы узнать, не так много выводов из этого можно сделать. Но, тем не менее, если посмотреть, то кое-что понять можно. И особенности порталов, вот, к чему они стремятся, что они больше предлагают, и в какой нише они это предлагают, да, то есть, допустим, Фьюси Леон будет работать на, тогда на кого, если он предлагает вот этим академические степени. Наверное, для тех, кто заинтересован в карьерном росте, да, это не LifeLong Learners, которые на общее развитие претендуют, а которые хотят именно получить очень значимую бумагу, значит, документ, который потом не стыдно предъявить вообще нигде, если это университет Лиги Плюща, понятно, да. Вот. А вот, допустим, Udacity, они сосредоточены на достаточно узком сегменте. Это, значит, IT-компании, вот, этот сегмент, конечно, очень такой платежеспособный, он очень привлекательный с этой точки зрения, и поэтому они не хотят делать много вот этих самых степеней, потому что на их сегменте им этого вполне хватает. И если они вот так, значит, в современных тенденциях себя ведут, то, видимо, они и дальше какое-то время Udacity будут в этом направлении продвигаться. Вот. В частности, из этого может следовать, что если вы хотите получить качественное образование в области IT, то тогда нужно обучаться на онлайн-классах от Udacity, например. Просто разный можно сделать вывод относительно политики и стратегии того или иного портала, что всегда бывает на самом деле нескучно, потому что именно вот эти порталы, хотим этого или не хотим, они формируют наше современное образование. Вот сами порталы, да, как они наращивают свои мощности в области предложения вот этих самых степеней. Значит, вот видите вот этот вот хайп, то есть резкий рост количества предлагаемых степеней в районе 2018 года, то есть здесь Курсера в три раза значит, нарастила свои мощности в 2018 году, и ДЭКТ вообще в девять раз, фьючер-лен в четыре, то есть, видимо, фьючер-лен изначально пошел по пути такого холидного академического все-таки образования для многих, да, а в 2018 году рост, собственно, замедлился. И сейчас, вот мы видим, здесь 49 получается общее количество предлагаемых степеней, потому что здесь нет той программы, которую предлагает Udacity. Вот одна вот эта, значит, магистр компьютерных наук, которую предлагает Udacity совместно с технологическим университетом штата Джорджа. А университеты, сколько университетов предлагает эти степени. Вот они, 17 университетов в мире вы можете, предлагают программы, из которых вы можете выбрать любую, вы можете выбрать программу и получить за нее, значит, документ очень статусного университета. Всего их 17 в мире, много это или мало? Ну, на самом деле, наверное, не очень, но не очень много, хотелось бы, чтобы больше, но пока вот, вот как есть. В том числе, это 8 американских университетов, 5 австралийских. Вот Австралия очень здорово продвинулась на мировой рынок образования за счет очень активного участия в этом движении. Очень многие австралийские университеты стали известны, естественно, у них повысился рейтинг, вот, и они присутствуют практически во всех рейтингах, в том числе лучших курсах, рейтинг лучших курсов и отдельно, за разные, за отдельные периоды лучших курсов всех именов и народов обязательно есть австралийские, в том числе и новозеландские университеты, о существовании которых могли не подозревать, допустим, лет 5 назад. А сейчас они там представлены и очень громко звучат. Три британских университета представят, Лондонский, в частности, университет, и один французский. Так, так, дальше. Так, то есть, вот, тоже выбор есть. В основном англоязычный, но один университет французский. Можно на французском языке. Так, правильно ли будет сделать вывод о том, что предложение академической степени замедлил, рост предложения академической степени замедлился. Мы уже видели, что в 2018 году было предложено 25 степеней, в 2019 только 11. Вот, ну, возможно, это так, но пока выводы, такие делать выводы рано, надо посмотреть, что будет дальше. То есть, возможно, что и, так сказать, дальнейшего роста и не будет, что ограничит нас, так сказать, амбиции в области получения образования от лучших университетов мира. Так, вот это, еще об этом может говорить то, что степень магистра в области больших данных от университета Калифорнии и Сан-Диего, тоже ее запуск отложен на ЮДЕКСе. Вот, и, может быть, это так. Так, то есть, замедление реально есть. Секундочку. Ага, а теперь давайте посмотрим, какие, собственно, есть, в области каких наук предлагаются академические эти самые степени. Прежде всего, в области компьютерных наук. Вот здесь вот приведены программы, окончив которые вы можете получить степень соответствующего университета. первое, это тот самый магистр в области, ученый магистр в области компьютерных наук от университета, технического университета штата Джорджия, который работает на ЮДАСИТе, стоимость 8 тысяч, 8 тысяч долларов. Много это или мало? Давайте посмотрим на сроки, в течение которых вы будете обучаться. Это 24-60 месяцев, то есть, это два года или пять. От двух до пяти лет, пожалуйста, можете обучаться. И 4 тысячи долларов в год. Много это или мало? 4 тысячи долларов это, подскажите мне, пожалуйста, это порядка 300 тысяч рублей. секунду. 4 тысячи долларов. Доллар у нас сейчас какой курс? 70, 280, где-то вполне себе если я не ошибаюсь. Получается, что это 280 тысяч в год. Это 280 тысяч это порядка 25 тысяч в месяц. Примерно так. Ну, это, конечно, серьезно, но это если так работает в IT-области, где высокие зарплаты, то вполне подъемно. А если на 60 месяцев это 5 лет, вот эти самые 560 тысяч, 8 тысяч долларов все обучение, 560 разделить на 5. 100 тысяч в год это 10 тысяч в месяц. Извините, для работающего человека, который в этой области работает, это вообще не деньги, по-моему. За то, чтобы получить дуклоны от университета штата Дрордж и технологический университет. И дальше, если смотреть дальше все программы, то получается картина примерно такая, что же вот университет тоже магистерской степени в области компьютерных наук 10 тысяч долларов 18-36 месяцев. В месяц тоже получается вполне подъемная сумма. То есть цены, вот эти цены, они для нас кажутся безумно дорогими, если смотреть на это так, что вы не дополож сейчас, сегодня. А если это сравнить с периодом обучения, и тем более со стоимостью программ очных от тех же университетов, это очные программы от этих университетов для получения той же самой степени магистра компьютеров наук, это будет порядок просто дороже. Разы так точно. Поэтому вот эта дешевизна, это действительно дешевизна. действительно академические степени существенно дешевле, чем степени опытные. Так, смотрим дальше. Бизнес и менеджмент. Бизнес и менеджмент. Вот, пожалуйста, MBA от университета Макуайра 23 тысячи. От 12 до 18 месяцев простите, пожалуйста, здесь за опечатку. Так, так, минуточку. Университет Квинклэнда, вот он, Квинклэнд, это, по-моему, Австралия или Новая, это Австралия. Вот, 13 тысяч, 24 месяца, 2 года, да, 8 тысяч долларов в год. Ну, в общем-то, прилично, тоже вполне подъемно. То есть, цены, на самом деле, стоимость, ничего пугающего в этом нет, если посмотреть на срок обучения. Никто с вас не требует винда положить даже. Дальше, работа с данными аналитикой. Вы видите, что большинство степеней предлагается в области платежеспособных сегментов. Ну, напомню вам, что, на самом деле, если брать количество курсов, то есть, долю курсов по той или иной тематике, в общем-то, все предлагаемые курсы, в 13,5 тысяч, то это будет тоже, так сказать, примерно так, что почти половину предлагаемых курсов составляют курсы в области информационной технологии и бизнеса менеджмента. Итак, значит, магистр в области аналитики, аналитики данных вот 10 тысяч, 12-36 месяцев. Тоже вполне нормально. Тоже университет, значит, технический университет штата Джорджия предлагает он это на ЕДЕКСе. В общем, видимо, университет штата Джорджия выбрал для себя такое вот направление, что он предлагает недорогие программы в области IT. Но почему-то их здесь уже на ЕДЕКСе, а не на ЮДАСИКе. Вот, если все так посмотреть, то вы увидите, что вот все это, ну, конечно, стоит, но вполне подъемно. И вот еще степени в области здравоохранения и государственного управления. Видимо, вот сейчас здравоохранение очень резко на подъеме в формате, резко на подъеме медицины, такая вот персонализированная, да, охрана окружающей среды, значит, значит, долголетие такое активное, вот это все сейчас, значит, под это выделяются деньги, поэтому этот сегмент тоже стал привлекательным. И надо сказать, что здесь программы тоже очень разные, но в целом, так сказать, ну, сравнимы тоже с стоимостью обучения, стоимостью получения степени в области IT, но тоже, ну, я бы сказала, что у меня это несколько дороже. хотя нет, вот, 8500. Так, магистр в области развития и гуманитарных акций, университет Докина, фьючер-лев, фьючер-лев, это австралийский университет, университет Докина, 8000 за 12 месяцев, ну, в общем, по 1000, ну, где-то 750 долларов получается в месяц, за год вы получаете степень, ну, здесь вопрос, конечно, уже о том, сможете ли вы себе это позвонить. И вот, наконец, в 2019 году появились уже степени бакалавра, вот, впервые появляется степень бакалавра. Вот это интересно, почему-то магистров, видимо, обучать легче, или, или как-то университеты более готовы к обучению магистров с целью присвоения степени именно магистра. А вот с бакалавром вы только-только появились. Может быть, потому, что это, видите, здесь, во-первых, надо дольше учить, да, а для этого надо, так сказать, отрабатывать механизмы, онлайн-механизмы удержания, да, создания и поддержания мотивации, удержания людей на фоне. Вот. И вот, получается, посмотрите, какая ситуация, допустим, 13 тысяч долларов за 72 месяца, на 6 лет. Еще и обучение на бакалавра, бакалавр тоже в области компьютерных наук. Лондонский университет предлагает на Курсере, ну, до 20, ну, 20 даже, если тысяч долларов, на 72 месяца. Разделить, да, будет, очень, так сказать, порядка, где-то порядка 250 долларов в месяц. Так, и, наконец, вот, бакалавр области искусства, это вот 77 тысяч долларов. Это университет Мукаса. Это Веркорпетитатель. Теперь давайте посмотрим на то, какие расходы на получение микро-степени. Я взяла данные курса, курсов, которые я закончила сама, вот, потому что сейчас мы говорим, поговорим о платежной политике, увидеть, от чего зависит стоимость. Так, коллеги, я не вижу вопросов в части. Слышите ли вы меня? Все ли в порядке со связью? Будьте добры, пожалуйста. Ага, отлично. Да, Павел Юрьевич, Павел Юрьевич, спасибо Павел Юрьевич. Вот. Ага. Хорошо. Спасибо большое. Коллеги, и вопросы кидайте ко мне. На самом деле, это, так сказать, тема достаточно такая, сложная, на самом деле, оказалась. И я затратила кучу сил, чтобы все это, надо иметь всю эту информацию, вот, сложить ее сюда и вам об этом рассказать. Так, смотрите, значит, вот те курсы, которые, в микро-степени, они выдаются за окончание совокупности каких-то курсов, в микро-степени, это, я говорила, да, совокупности курсов, которые могут по-разному называться, в зависимости от портала. На Курсерии, это специализации, на Фьючеллен, это программа, на ЕДЭКС, это всякие нано-дегрис, там какие-то, в общем, такие всякие сложности, тоже все это новые вещи, мы просто к ним уже более-менее привыкаем, но, то есть, это совокупность курсов, которые направлены на освоение какого-то достаточно узкого навыка, вот, в моем случае, это был навык онлайн-преподавания, вот, но я еще увлекаюсь, на самом деле, курсами, которые, про антропопрактику, то есть, не только на преподавание как конкретного примера, а на воспитание в человеке человечества, на развитие этого человечества, вот, и поэтому у меня присутствуют курсы, такие как воспитание характера и создание позитивной атмосферы в классе, вот, ну и, как видите, несколько другие интересы у меня достаточно широкие, вот, что касаемо вот этого курса по педагогике, по антропопрактического очень курса воспитание характера и создание позитивной атмосферы в классе, это 1900 рублей, это в рублях, вот, я заплатила за сертификат, то есть, я могла обучаться на контент, у меня доступ был бесплатный, это стоимость сертификата, вот, но политика там разная в разных курсах, поэтому, так сказать, не факт, что сейчас можно начать обучаться бесплатно, возможно, что придется заплатить сразу за обучение, а потом за сертификат, вот, следующий курс, learning to teach online, учимся в пицце онлайн, ой, простите, вот новый венчурный капитал, это ошибка, конечно, здесь, там, 19-23, вот, семерка просто вклинилась, простите, вот, и так, то есть, в среднем, за курс, который месяц длится 4 недели, на 4, может быть, 5, стоимость 1976 рублей 25, вот, в среднем за курс, это вполне, согласитесь, подъемно, даже для пенсионера российского, вот, не все курсы, кстати, здесь на английском, вот, ГМО технологии создания и применения, это курс от Новосибирского университета, я его вполне себе на курсере, на русском языке закончила, тоже заплатила 2000 рублей за сертификат, вот, как платят, вот, сейчас мы подходим к самому такому критически важному моменту, как оплачивается обучение на МОО, можно платить единовременно за отдельный курс, это есть, это легко видно на странице курса, если вы оплатили курс, то в течение 180 дней можете начать на нем обучаться, после 180 дней, то есть, через полгода ваше право, оплаченное право начать обучение аннулируется, придется платить по новой, то есть, если вы, если вы хотите обучиться на каком-то конкретном курсе, там очень популярно сейчас, это одно из направлений монетизации, значит, для монетизации массовых онлайн-курсов, это подписки, подписка бывает на специализацию, то есть, вы хотите обучиться на какой-то программе, допустим, виртуальный преподаватель, вайн-преподаватель, вы платите в целом, значит, вы носите платежи ежемесячно, и за это имеете доступ ко всем курсам, это специализация, вот, но когда вы, вы обучаетесь на этих курсах, вы получаете сертификаты за эти курсы, вот, как только вы получили все сертификаты, то есть, закончили обучение на программе, ваша подписка, значит, аннулируется, или вы сами можете отменить подписку, вот, вы можете отменить подписку, то здесь тоже есть свое правило, вот, и тогда вам просто перестает начисляться вот эта плата, то есть, вы, так сказать, обучаетесь, и вам приходит, произошло начисление денег автоматически, вам за обучение приходит об этом извещение, вы эти деньги платите, прямо, так сказать, на месте, там через PayPal или как-то еще, то есть, платежная система работает очень четко, вот, значит, ко всем курсам специализации вы имеете таким образом доступ и имеете ее до тех пор, пока не закончите обучение или не отмените подписку, есть такая замечательная опция подписка на весь каталог курсера, вот сколько есть там курсов, они все становятся вам доступны, это, конечно, штука достаточно дорогая, вот, и вы получите доступ к любому курсу, на который вы регистрируете, да, здесь что важно еще, смотрите, пока, если у вас подписка на весь каталог, то вы закончите курс, допустим, какой-то один, у вас доступ к нему, контент у этого курса, ко всем заданиям, будет сохраняться до тех пор, пока вы за эту подписку платите, вот, если вы просто оплатили обучение на этом курсе безо всякой подписки, то вы обучились на нем, получили сертификаты, где-то через полгода, а то через несколько месяцев, через три, у вас доступ к этому курсу прекращается, чтобы, значит, получить, вы можете, часто, вы можете в режиме аудита туда войти и посмотреть контент, не весь, кстати, вот, а для того, чтобы задание посмотреть, поглубже туда-то нырнуть, еще раз вам нужно будет платить по-новому. А вот подписка позволяет вам просто свободно сертификатом заниматься там на своем каталоге ПЦР или на всей специализации. Вот. Оплата, вот, и все это, оплата начисляется там ежемесячно. Так, для оплаты подписки, значит, предоплаченные карты или платежные системы типа PayPal не используются. Почему? Потому что, значит, PayPal, то есть вы только через банковскую карту, потому что Курсера, начисляя деньги, она хочет иметь все-таки гарантии того, что это будет оплачено. Вот. И поэтому не нужны посредники, да, между вашими средствами и, значит, непосредственно Курсере. непосредственно между вашими средствами банки и, значит, провайдером онлайн-курса. Вот. Поэтому они, допустим, сейчас мобильные приложения не все, все можно оплатить, вот как мы сейчас увидим. Вот. И платежные такие системы, значит, если у вас, поскольку порталы начисляют деньги за образование сами регулярно, они хотят иметь гарантию, что это будет потом оплачено. Так. Цены могут меняться на базе новой рыночной информации. Ориентируются они при этом на спрос, естественно, на тот или иной курс, я имею в виду порталы. Вот. Но при этом у них есть четкая политика в области того, в области ценообразования. Прежде всего, стоимость указывается на главной странице курса специализации. Вот вы зашли, увидели и ровно столько вы заплатили. Если завтра наступит какой-то дефолт, где-то и доллар или там что-то прыгнет куда-то, вы, с вас никто не потребует заплату. И никакие дополнительные расходы расходите. Не появится. Вот это вот раздувание бюджета вас минит в любом случае. Вот. Что бы там ни произошло, ровно столько вы заплатите, сколько написано на главной странице курса. Я это помню по себе, потому что в 2014 году, когда у нас доллар прыгнул в два раза, стоимость на курс не изменилась. Самое интересное, что она не изменилась и дальше. Не только для меня, когда я когда заявилась, когда я начала обучаться, когда доллар был низкий, а потом он стал высокий, но вообще не изменилась. Они на самом деле, так сказать, у них своя политика и цены, они регулируют в зависимости не только рыночной ситуации, но и других вещей. На порталах действует программа финансовой поддержки. То есть, если произошло изменение стоимости, допустим, вы записались на специализацию, а на специализацию можно платить по курсово, и вы хотите, там изменился тоже, изменился курс валюты, и вы один курс закончили при стоимости доллара 60 рублей, вернее 30, а потом пришли на следующий курс там 60, а вы на специализацию, вам надо получить диплом за группу, за всю эту совокупность курсов, то что вы делаете? Вы обращайтесь за финансовой поддержкой, пишите, ребята, я вот не по моей винил, собственно, вот тут стоимость изменилась, курс валюты изменился, я не могу вам платить, поэтому вам окажут финансовую помощь, в отличие от наших российских банков, которые сами узнают, как себя ведут в этом случае. Так, оплата обучения, чисто технически стоимость при оплате через мобильное приложение, например, если iOS, у вас операционная система iOS, то оплата идет в этом случае через аккаунт Apple, ITU, поэтому она может отличаться. Если возмещение затрат на обучение через мобильное приложение курсера невозможно, и некоторые другие вещи тоже через мобильное приложение вы сделать не сможете. есть еще такая вещь, вот я про бесплатность говорю, про снижение затрат. Есть материальная помощь на курсере, не только неделях, сейчас просто я рассказываю о том, как устроена оплата обучения и получения мобильных степеней на разных порталах просто на примере курсера. Она везде примерно такая, так же все это устроено, там могут быть свои коэффициенты и так далее, но вот на курсере это так, как модель, да, вот курсеры как модель. Если вы не в состоянии оплатить обучение, но вам очень надо, вы можете обратиться за финансовую помощь. Первое. Второе, пытаться получить стипендию или получить бесплатную, у вас всегда будет бесплатный доступ, ну, правда, насчет всегда, но, как правило, в большинстве случаев, абсолютно, есть такой вариант, как бесплатный доступ к учебным материалам в режиме аудита. Это означает, что вы можете читать тексты, учебники, смотреть, то есть контент в разных видах все это можете смотреть, единственное, что вы не можете сделать контрольные работы, выполнять итоговое задание и получить сертификат. Так, помощь в стипендию предлагает большинство курсов, но не все. Так, то есть, получив материальную помощь, вы получаете доступ ко всем учебным материалам для получения сертификата, но только под тем, под тем, значит, только под тем курсом, программой, под которой получена помощь. естественно, да, вот, заявка, где эту заявку подавать, вот тут вот стрельшотик небольшой, там есть в конце, внизу экрана, когда вы заходите, например, вот он курс, здесь курсера, да, вот какой-то курс здесь, вот, внизу, значит, встал внизу, есть, значит, описание того, описание того, как получить эту помощь, вы там кликаете, заходите, все узнаете, вот, здесь есть несколько важных, и следуя инструкциям, спокойно, все оплачивать, сейчас мы узнаем, что там нужно, куда кликать и где платить, вот, при этом мобильные приложения нельзя использовать, не получается, нельзя получить материальную помощь или возмещение затрат, используя мобильные приложения курсера той же, вот, то есть рядом с информацией о помощи надо кликнуть, узнать больше, learn more, вот тут вот, вот оно, вот, и там можно подать заявку, заявка заполняется, там есть требования, интересно, не меньше 150 слов, то есть вы должны обосновать, убедительно, желательно обосновать свою заявку, почему вам это надо и вам должны помочь, да, материально, заявку отправляется и рассматривается в течение 14 дней, 14, о решении вас информируют по электронной почте, была она принята или была отклонена, вот, есть такая хитрость, значит, если человек подал заявку на материальную помощь и не вытерпел, начал, что называется, обучаться на специализации, то есть запустил вот тот самый тест-драйв, практически все специализации, и вот программы для получения в академической степени, они все разрешают вот этот тестовый период, они вам дают, если в течение вы запустили тест-драйв до получения решения, то ваша заявка на материальную помощь аннулируется, если вы хотите все-таки получить материальную помощь под обучение на этом курсе, куда вы ненароком запустили тест-драйв, вы можете его аннулировать, пока он не закончился, и подать заявку снова, вот, но если вы на специализации обучаетесь, на программе, то подавать на материальную помощь можно по каждому, можно только по каждому курсу отдельно, есть еще такая штука, возврат средств на курсы, если вы решили не заканчивать обучение, такое бывает, вы можете свое средство вернуть, вот, значит, если вы запустили, если это происходит во время тестировочного периода, вам важно подать заявку на возврат средств, то есть я не буду обучаться, я, значит, заплатил за обучение, запустил тест-драйв, но не буду обучаться, вы прекращаете этот тест-драйв и подаете на возмещение средств, если вы опоздали, и закончился период этого самого тестировочного, тогда вам, что называется, средства не вернутся, Надо быть внимательным. Вообще отношение к срокам, ко всем дедлайнам на массовых онлайн-курсах достаточно суровое. Но там есть мягкие дедлайны, там есть масса возможностей, но для того, чтобы этим возможностям пользоваться, надо вести себя очень дисциплинированно. Если вы оплатили обучение на курсе, а потом еще оплатили сертификат, то вы можете рассчитывать на компенсацию расходов на обучение в течение двух недель с момента оплаты. Так, если вы запросили компенсацию расходов на обучение, а потом уже приобрели сертификат, то вы уже в этом случае не сможете получить компенсацию расходов. Вообще это тонкий достаточно момент. Вот здесь я все это тщательно переводила, но для того, чтобы в конкретном каком-то случае понять, можете ли вы рассчитывать на компенсацию средств или на спиндию, или на реальную помощь, надо смотреть очень конкретно. Если вы оплатили сразу за специализацию, то есть за программу, совокупность курсов, то все правила оплаты на всех курсах в рамках этой специализации будут одни и те же. И тоже достаточно сурово. То есть если вы оплатили, предварительно вперед внесли деньги за специализацию, а потом приобрели сертификат на любой из курсов в рамках программы, то не можете претендовать на возврат под оплату. Так, то есть здесь, на самом деле, коллеги, то, что я сейчас рассказываю, достаточно сложно бывает вот так вот сходу себе представить, о чем речь. Поэтому я, наверное, буду не оригинальной, но я повторю, что вот эти вот... Каждый случай достаточно индивидуален, вот на него надо внимательно смотреть. Во всяком случае, я, так сказать, готова с вами это обсуждать дальше, но сейчас у нас, по-моему, заканчивается время, поэтому я вам просто сделаю доступную для скачивания презентацию, вот, и надеюсь, что мы с вами будем иметь еще возможность, так сказать, некоторые случаи обсудить. Уже... Так. Итак, вот заканчиваю я тем же самым слоганом, которым я заканчиваю все вебинары вот в этой серии. Современное образование – огромное поле ресурсов. Ищите, вы обязательно найдете то, что вам надо. Более того, сейчас добавлю, что вы обязательно найдете и по той цене, которая вас устроит. Я надеюсь, что мне удалось лишить вам оптимизма относительно того, что великолепное образование ведущих университетов мира можно получать вполне, так сказать, в подъемной цене. Оно не может быть, на самом деле, бесплатным полностью, потому что любая хорошая вещь у нас стоит денег. Вот. Но это вполне реально. Я... Очень надеюсь, что мы с вами встретимся на полях вот этого самого... чтобы мы вместе с вами будем получать в академической степени дальше. Так, а теперь ваши предварительные... Олег Васильевич спрашивает мои предварительные выводы и прогнозы. Олег Васильевич, у меня есть четкое убеждение, что наши люди, они уже и сейчас получают вот эти самые в академической степени, активно достаточно, но их количество будет нарастать, потому что я вижу, что, ну, общее движение такое неудержимое в сторону повышения доступности образования. Наши люди начинают лучше ориентироваться вот в этой... в мировом, так сказать, на этой поляне, которая называется мировое образование, да? Вот. Вот. И по разным причинам. И дети как-то лихо цифровые... То есть, значит, молодежь осваивает цифровые технологии, тут вообще проблем нет. Вот. Язык тоже, я надеюсь, будет активно осваиваться. Мне кажется, и мне удается какой-то вклад нести в освоение языка. Повторюсь, что самый лучший способ развить навыки языковые – это обучение на Московском Ленковском. Вот. И, конечно, мы и степени будем получать, и микростепени будем получать, и будем дальше, что называется, расти и развиваться. Так, развиваться. Извините за многословие. Так. Тут что-то, так сказать, написано. Ага. 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 Вот следующий мой вебинар, действительно, «Визуализация образования в эпоху диджитов». Это уже будет в новом году. Приветствую здесь, вот я вижу, в числе участников своих студентов. Так. Елена Викторовна пишет. «Один курс прошла, получила сертификат, трудно учиться, нужен хороший английский». Елена Викторовна, вот еще мой оптимизм заключается, что с каждым курсом, более того, с каждой недели каждого курса ваш английский будет нарастать. Понимаете, в чем нарастать, значительно быстрее, чем вам кажется. Да, нужен хороший, но не отступайте, продолжайте. Это очень хорошо копит, идет настройка, настройка, настройка. Вот. И вы сами не заметите, как вот, так сказать, начнете... Вот для меня, например, уже в плане течения текстов, мне все равно, на каком языке читать. По крайней мере, в той области, где профессиональная моя область, ну, просто уже совершенно не так. Так. Очень хорошо. Спасибо большое, Павел Юрьевич. Я передаю вам слово. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok